Знамя Победы на здании Самарского театра оперы и балета. Почетные гости на центральных трибунах. На главный праздник в своей жизни ветераны надели все боевые награды. Как будто из прошлой эпохи они вышли из автомобилей военного времени, на которых их привезли на парад. Здесь все – дети фронта, труженики тыла, и, конечно, те, кто на передовой поднимался в атаку, заслоняя собой страну. В семье Михаила Васильевича Лялина на войну ушли шесть человек. Сам он служил на Прибалтийском фронте, военными тропами дошел до Кенигсберга, где и встретил долгожданную победу. Тот судьбоносный день сегодня вспоминает в стихах. Военный урагал прошел в дома среди развалин. Победный праздник пришел, как предсказал нам Сталин. Жизнь во имя фронта ни на минуту не прекращалась и в тылу. Возводили заводы, а затем стояли у станков в основном женщины и ребята, едва сошедшие со школьной скамьи. Мы начали с того, что мы копали фундаменты. Пришло наше оборудование спустя несколько дней. Мы сами его привозили, монтировали станки, выпускали подшипники. В октябре месяце выпустили первые танковые подшипники. Прежде чем самая большая площадь Европы превратилась в огромный плац, жители региона и ветеранов Великой Отечественной поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Куйбашевцы встали плечом к плечу с миллионами солдат Победы. Отстояли родную землю, спасли человечество от нацизма. Беспримерный героизм на фронте и самотверженный труд в тылу обеспечили победу над сильным, коварным и безжалостным врагом. Этот победный дух и сегодня живет в каждом из нас, укрепляя веру в неисчерпаемые силы нашего народа. После того, как на площадь внесли знамя Победы и российский флаг, принимающий парад генерал-майор Игорь Синицкий поприветствовал военнослужащих. Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Здравия желаю, снижение и снижение и снижение! Ура! Под торжественные звуки военного оркестра парадные расчеты с тройными рядами зашагали по площади Куйбышева. Сначала мимо трибун прошли бойцы в форме 40-х годов, держа в руках фронтовые знамена. Вслед за ними артиллеристы, моряки, пехотинцы, десантники. Особый восторг 30-тысячной публики вызвало появление военной техники. Танки, боевые машины, системы залпового огня, знаменитые «Искандеры» и зенитно-ракетные комплексы 9С-300. Всего по площади проехало порядка 70 спецмашин. В это время в небе кружила военная авиация, бомбардировщики и вертолеты Ми-8. Вслед за современными образцами техника времен Великой Отечественной. В исторической части парада проехали машины всех стран антигитлеровской коалиции. Трибуны замерли, когда на площадь вступила колонна бессмертного полка. Родственников своих погибших товарищей ветераны приветствуют стоя. В годы войны на фронт ушли около полумиллиона куйбышевцев, почти половина из них не вернулись домой. И тем, кто сейчас смотрит на мир с фотографий, и тем, кто находится на трибунах, потомки героев бесконечно благодарны. Спасибо! 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 Завершился парад большим концертом, участие в котором приняли около полутора тысяч артистов. Пятитысячный хор под звуки оркестра исполнял песни о войне. В память о тыловых подвигах по площади прошли колхозники и рабочие. В конце, как победный гром, праздничный салют. Когда торжества закончились, губернатор Самарской области Николай Меркушкин вручил командирам парадных расчетов памятные подарки. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.